Только придя в «Спартак», Валерий Карпин выглядел настоящим революционером. Такое впечатление было неминуемо. На контрасте с ненавистным и скучным Сергеем Шавло, не имеющий ни дня опыта на футбольной должности, Карпин выглядел мегаэнергичным профессионалом. Притом, что в момент прихода реальной власти он, по сути, не имел. Вся летняя трансферная кампания уже прошла мимо него. А существенные кадровые решения при живом Федуне Валерий мог лишь предлагать или советовать. С этим связан главный миф того времени, мол, именно Карпин уволил с поста тренера Станислава Черчесова. И что в силах нового гендиректора было сохранить в «Спартаке» пошедшего на принцип Егора Титова. Правды здесь нет вообще. Решения о смене Черчесова, разумеется, принимал Леонид Арнольдович вкупе с абстрактным советом директоров. А насчет Титова все еще забавнее. Предотвратить уход легенды Карпин не мог чисто хронологически. Его назначили позже, чем Егор наотрез отказался пережидать конфликт с боссами клуба до зимы и уже договорился с химками. Даже сам Валерий буквально озвучивал перед СМИ не свои слова, а вышестоящие. Мол, Титов может остаться в «Спартаке», правда не в роли игрока. Но продлилось это лишь неделю, ведь настоящая работа только началась.